Друзья, всем привет! Не забывайте про мой телеграм-канал, там мы диалоги ведем, общаемся, так что подсоединяйтесь, присоединяйтесь, забегайте, подбегайте, мы там реально очень серьезные диалоги ведем. Ну и самое главное, что я вот сегодня как раз разбирал все основные моменты, если я вдруг забуду что-то здесь, то, что начало было такое резвое, что тут некоторых, тем более я футболистов швейцарских не знаю, там можно посмотреть поминутно, где и что, какие атаки, где мы забиваем, где мы пропускаем и где мы там что-то, ну как бы так проще сказать, что-то у нас не получается, причем это что-то очень серьезное, а на самом деле это можно просто убирать в этих играх товарищеских. Хотя бы пока, в основных, тем более через две недели, я так понимаю, в чемпионате уже скорее, надеюсь, этого не будет. Ну давайте по матчу Янбой с Динамо 3-3. Лучший игрок, сразу же говорю, их для меня два, потому что Тымчик суперактивный и, как мы заметили, правый фланг, ну и Бущан, естественно. Ну давайте, что понравилось? Скорость, потому что бежали и одни, и вторые, можно даже так сказать, ну что первый тайм, что второй. В первом просто больше создавалось моментов и смотрелись получше, как и Александрия, как я их назвал, потому что желто-черные. Правда, я сейчас не знаю, в чем будет Александрия играть, надо у Шаблия спросить, вот, или у Ротани. Ну и то же самое, киевская Динамо атаковала, бежали, радовало, что правый фланг больше атаковал, да, наш, но левый успевал замыкать. Вот, так и получилось, вот на седьмой минуте уже мог Дубенчак забить, замкнуть, ну, дело не в том уже, что там мы забили, не забили, я сейчас говорю про то, что мы делали. Потому что еще две недели, реально, там усталость, не усталость, все равно хочется выиграть, как мы заметили, причем как одни хотели победить, так и другие. Ну, давайте Дубенчак, первый гол, ну, тут, честно говоря, опять вот, все классно, да, опять, что надо отметить, это то, что Тымчик уже иногда из середины бежит во фланг, правда, не на угловой, слава богу, да, там, а где-то в районе штрафной, ну, чуть дальше, может, не суть. Правда, не думаю, что это хорошо, это опасно, конечно, но когда ты выбегаешь, ты, естественно, никого не видишь, что там сзади. Если у тебя время есть, тогда да, но иногда может времени не быть, потому что тут надо успеть подать, а всех рассмотреть, естественно, можешь не успеть. Ну, и как получилось опять, промахнулся Кабаев, как я говорю, побежал, там же шлес, вы видели, мне кажется, все еще ищет ногу свою, да, махнул мимо мяча, не знаю, чиркнул, нет. Ну, и в итоге Дубенчак здорово забил, молодец, поздравляю, правда, не поздравляю, потому что не мог остановить мяч, как мы все видели, ну, не знаю, там, может, уже из-за ливня, не думаю, что устал, потому что носились, как, сами знаете, веники, а до этого еще какое слово. В общем, первый тайм, ну, великолепный в отношении зрелищности, потому что, ну, реально смотрелось, как будто, знаете, задание было на тренировке, бежать и одним, и вторым. Вот, что не понравилось, ну, давайте сразу же голевой на шестнадцатой, Бущан спас, помните, опять не дали замерзнуть, вот, и девятнадцатое, ну, вот это вот надо как раз разбирать, не потому что ошибся, понятно, что когда гол забивает, кто-то ошибается, хотя не всегда так бывает, потому что есть и мастерство. Тут не нравится то, что заснул Дичук, потому что тут Попов с кем-то там боролся, да, из игроков, неважно с кем, фамилии тут, как и везде, кстати, не нужны, и слово там, можно говорить, там, да, левый защитник, там, фуллбеки уже пошли, были латерали, уже фуллбеки стали, ну, не знаю, еще кто-то там, беки какие-то будут скоро. Вот, борьба Попова с кем-то, и пятнадцатый просто, по сути, там, я не знаю, тоже был Чирк или не был, но, по-моему, не было, и пятнадцатый просто обогнал, но обогнал, потому что Дичук проспал, он должен был, по сути, уже выбивать. Может, понадеялся на то, что там в борьбе кто-то там кого-то что-то там выбит куда-то в аут или сыграет Попов. Вот здесь вот, естественно, вот это, кстати, очень грубая ошибка, потому что на самом-то деле тут простейшая ситуация. Ну, что я говорю, хорошо, если вот понадеялся, что Попов хотел выбить, понимаете, вот это еще ладно, так, скидки сделаем, тем более я уже повторюсь, что четырнадцать дней, даже больше, да, ну, будем говорить, две недели. Вот здесь вот как раз и убежал, пятнадцатый тут понятно, что, причем, мне кажется, даже задом, если бы бежал, он убежал от Дичука и от Попова тоже, потому что тут сейчас первый, второй тайм, начало тоже вы увидите. Так, что тут сразу же, Бенита, второй гол, Ермоленко показал, что он стрельцовым может быть иногда, правда, тут, честно говоря, я бы, ну, сделал бы акцент на том, что, ну, когда ты делаешь, по сути, с одного фланга на другой, да, пас пяткой, ну, и там, естественно, опять же, супер то, что замыкают, правда, плохо то, что со второго раза, да, как там, Бенита, диалог вышел во втором тайме, Бенита со второго раза забивает, ну, тоже, это все радует, опять фланг, опять тымчик нашел, ну, понравился гол и понравилось то, что опять все фланговое, то, что в киевском Динамо должно быть, причем с закрытыми глазами, и желательно, чтобы находил или тымчик, или Ермоленко, ну, Ермоленко в меньшей степени, кстати, сейчас поговорю об этом, тымчик просто должен находить свои адресаты, я имею ввиду своих партнеров, при прострелах, подачах, а там уже пятками, чем хотите, тем и отдавайте, что хорошо для Ермоленко, ну, вот мы сегодня увидели, да, в основном, больше тымчик был, Ермоленко, это вот он будет сейчас дирижировать на фланге, что не понравилось мне от Ермоленко, это то, что у него осталось, как вот он был молодой, поперек вот эти вот ненужные таскания, потом опять разворачивался и отдавал там, или отдавал вперед, вперед или поперек, или опять же назад, но только надо было подергать мяч, зачем-то непонятно, непонятно, когда ты бегаешь поперек, Андрей, лучше этого не делай, потому что ты сразу же, ну, ты уже дешевле уже не будешь, потому что тебя, скорее всего, продавать не будут, тебя уже спортивным директором, как бы ты раньше не стал спортивным директором, это я тебя сейчас просто потруню, я тебе не желаю этого, потому что вот когда поперек бегает, это уже первый класс, давайте так называть, вот, что еще хорошо для Ермоленко будет, это то, что очень активный тымчик, но это, давайте не забывать, это же, когда дают играть, активный тымчик, а если там закроют фланг, а сейчас будут закрывать, скорее всего, я имею ввиду, в чемпионате, вот, будут закрывать фланг, так что там уже активности может и не быть, даже если из середины будет, как в этой игре, да, тымчик бежать на фланг, то тут Андрей просто будет, скорее всего, дирижировать, плюс разговаривать еще с судьями будет, этим Андрей тоже будет заниматься, это уже видно, будет учить судей, тем более наших, вот, вот это вот плохо для Андрея, то, что будет разговаривать, то, что будет раздавать, будет получаться хорошо, чем меньше касаний, Андрей, тем лучше для тебя, это я тебе сразу же говорю, потому что, что тут еще хорошо будет, это то, что вот таких игр, скорее всего, не будет в нашем чемпионате, да, где команда просто реально несется, да, ну, тут еще она не слазь, потому что наши защитники не могли ничего сделать с нападающими, давайте так говорить по-простому, или там с игроками атаки, потому что нападающие цеплялись, а игроки-полузащитники, защитники желто-черных, да, Александрии, так называемой, они бежали и просто получали мяч, ну, и вот третий гол, он, в принципе, так и состоялся, давайте второй гол, привет, Шапаренко, голевая передача, грубейшая ошибка на фланге, да, сразу же игрок швейцарцев пробежал по линии и отдал, ну, пяткой здорово пробил там, кто там, я не знаю, фамилии, да, ну, и попало в руку случайно, ну, пенальти был, так что тут как раз на 37-й сравняли 2-2, что еще, ну, опять Тымчик там делал прострелы, не успел, там хорошо опять разыграли на фланге, Тымчик опять нашел Бенито, но Бенито, ну, там было ему реально сложно даже не то, что замкнуть или попасть по мячу было просто трудно, потому что, во-первых, он близко был и сильная передача шла, так что тут Бенито мы судить не будем, давайте говорить скидки, хотя, знаете, там малейшие чирки уже вдруг и мяч в воротах оказывается, потом опять 42-я тут же, Бущан опять у нас спасает, потому что фамилии я не знаю, вот такой скоростной первый тайм от нашей команды, потом выходим на второй, 49-я тут же, выход один в один, причем опять же с зоны Андрея Ермоленко, потому что вот он уже начал подсаживаться, давайте так говорить, да, потому что устал, не устал, не знаю, потому что ливень пошел только на 55-й, вот там можно было устать, потому что всегда неприятно, когда, это не то, что там форма тяжелая, да, или поле тяжелое, хотя мяч я видел катился, там луж по сути и не было, вот, так что тут начал проваливаться Андрей и левый фланг, естественно, начал активничать, вот, скорее всего и тренер подсказал, что там Андрей может и не успевать, вот так оно и произошло, вот, не попал, не знаю, что хотел сделать, ну, в принципе-то знаю, бил, но не попал, слава богу, да, там 35-й номер, тут же Буяльский делал забегание, помните, когда Бенито сделал на паузе, красиво отдал, не пожадничал, ну, Буяльскому было уже там трудно попасть, потому что его, по сути, он уже когда догнал мяч, там уже вратарь, во-первых, был рядом и угол был такой, что, в общем, даже полумоментом, в принципе, можно не называть, сама атака, вот это вот приветствуется всегда, так что, знаете, сегодня не попал, а завтра может быть, как вот диалог, просто там куда-то ударил, в кого-то попало и 3-3, так что здесь вот приветствуется сама атака, так, что еще у нас, ну и 65-е, опять же, вот то, что я говорил в первом тайме, я же говорю, можете, если что-то я забыл, можете зайти на мой телеграм-канал, там как раз все вот в первом тайме бросалось в глаза, да, когда я уже говорил вам, пас вперед, причем как длинный, так и короткий, цепляются нападающие, под него бегут, несутся, и самое-то главное, это то, что проваливаются все наши полузащитники, все, то, что забили с зоны там Сидорчука или там кого-то, тут я бы не стал винить только капитана, да, потому что тут на месте Сидорчука мог быть любой, и Шапаренко, и Шепелев, я вот сейчас всех, ну, кто играет, и Андреевский, вот, всех перечисляю, потому что вот эти все зоны, там же, знаете, не так же же будут пачками менять, во втором тайме, может быть, в первом, вот, я просто говорю про зоны, потому что так же, как и опорная зона, то же самое меняется, потому что Сидорчук может и подключиться, там же кто-то на его месте все равно остается, вот, я просто говорю все это всем полузащитникам, потому что не всегда с центра забивают иногда, слева, причем опять атака пошла слева, да, когда уже забивался третий мяч, там поперек давали, 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 вот, опять же зацепился, опять же отдал, ну, там даже и не цеплялся, просто вбегал человек, и великолепно попал, забил, Бущан не смог выручить, потому что, не смог, потому что хороший был удар, Леднев, честно говоря, так я и не понял, что он хотел придумать, и вроде и на ливень уже скидки не сделаешь, потому что мяч, я же говорю, катился, как-то замешкался, что-то хотел, может, выдумать, ну, в общем, его накрыли, и из момента, как я говорю, сделал не момент, ну, и 90-е, Диало, по сути, ну, из ничего сделал момент, ну, или давайте не момент, а гол, ну, и то гол, потому что защитник решил замкнуть красивый, там, красивую обводку от Диало, который вечно всех там толкал, разнимал, ну, те, кто хотели там подраться, потолкаться, попихаться, вот такой вот автогол на 90-й минуте, ну, и сразу же судья свистнул, потому что, видимо, промок, вот, вот такая игра, второй тайм реально провалили, в плане того, что ничего, в принципе, не смогли создать люди, которые вышли на замену, люди, сколько там вышло-то, я даже и считать там, ну, в общем, человек 7, наверное, да, ну, не буду так считать, не хочу просто затягивать, потому что я не знаю, сколько опять будет это перерабатываться в телефоне, вот, весь этот разбор, тут вам надо самое основное объяснять, а кто там вышел, как сыграл, это не так важно, потому что, я же еще раз говорю, это сегодня вот он вышел, а в чемпионате он может и не выйти, я говорю обобщенно, что надо делать и почему мы вот так вот сегодня играли, и почему завтра может быть совсем другое, потому что будет или другой состав, или, тем более, я думаю, Луческо может же и вот этих, которые сегодня во втором вышли, и сделать основными уже в другой игре с первого тайма, так что вот такой вот короткий разбор, хотя, может, он и длинный, не знаю, сейчас посмотрим, 3-3, понравилось что? Забегание, киевская модель, быстро играли, никто не ходил, могу напомнить по поводу тех, кто там рассказывает про чемпионат Европы, что очень все классно, ну, вот там вот шагали, ходили, стояли, наступали, вы здесь видели, чтобы кто-то там стоял, или ходил, или наступал, я думаю, что Луческо будет выгонять, вот сразу же не выгонять, а менять сразу же, вот если вот так вот наступил, встал, посмотрел, что там на трибунах, да, и я думаю, что этого не будет, вот это европейский футбол, кто там любит, а я вообще говорю, что вот это настоящий футбол, а не европейский, он может быть, знаете, от любой команды, азиатский, да какой угодно, вот, то что тут не ходили люди, всегда двигается, или человек с мячом, или просто пас дает, вот и все, вот такого нет, ну, встал, стоишь и смотришь, было бы хорошо, вот так вот, кстати, вот, да, когда вот идет ливень, раз наступил на мяч и смотришь, еще зонтик где-то сказал, принесите, я постою, время потяну, вот этот футбол, движняк, причем очень быстрый, и быстрые атаки, и причем некоторые вот голы, ну, если не считать, что Кабаев там за ногой все еще, я так думаю, ищет, да, вот все, все по сути голы Динамо Киев, ну, за исключением, наверное, вот на 90-е диалог, когда там он там обвел, а так все и забегание, ну, и Тымчик, поэтому и лучший игрок, потому что, по сути, участвовал и, да, все делал для того, чтобы наша команда забила. Вот такой разбор, пока всем, ждем следующих игр, видимо, уже 25-го, наверное, уже будем Днепр или Ворску разбирать. Всем счастливо, мира, здоровья!